в военно-политической сфере все-таки первичными являются решения в области экономики и как раз наша с вами судьба судьба россии очень сильно зависит от того как пройдут эти по моим оценкам могут я привел свое общение с переводчиком эрдогана что несмотря на то что есть оппозиция он эту позицию контролирует у меня в общем были абсолютно такие же впечатления я думаю что эрдоган будет переизбран на новый срок это первое что касаемо параметров зерновой сделки то именно конкретно 18 числа все будет происходить так же как было в предыдущей версии то бишь события проскочит саму по себе эту сделку то бишь эту дату с нарушениями но поставляться зерно будет оно будет поставляться также через большое количество альтернативных печатей как я уже говорил при встречах с границах я вижу этих людей которые занимаются зерном кому принадлежат эти печати в основном это чиновники или близкие к чиновникам люди поэтому количество там как бы зерно трейдеров появившихся но эти люди обладают главным достоинством а именно это достоинство которое называется доверие туда невозможно на мой взгляд на этот рынок привести людей которые выработают правильную стратегию но при этом будут подвергать сомнению те или иные решения поэтому сделка будет продлена а мы с вами будем получать зерно и будем получать поскольку мы получаем покупаем с вами высококачественное зерно для хлеба с хлебом проблем не будет и будем получать за это деньги так что фундаментальных изменений я надеюсь в эту и следующую неделю с которой мы с вами встретимся потому что 14 число это на выходные мы с вами не увидим и это к лучшему это тот случай когда надеюсь что отсутствие хоть каких-то новостей очень позитивные новости совсем я перехожу к вашим вопросам говорят вкладываться в недвижимость это плохая идея но есть в мире достаточно высокий уровень инфляции основных валют и цены на все растут то не следует ли ждать и роста цен на недвижимость я бы сказал бы так что не везде недвижимость растет и недвижимость недвижимости роста разница коммерческая недвижимость очень сильно зависит от проекта желая недвижимость также за очень сильно зависит от проекта и поэтому когда чоком это очень советская такая травму подчеркиваю уже многократно на это все отвечал лишенное наследство нам обязательно нужно иметь какой-то на свой уголок я бы сказала бы так что не стремитесь в эту область вы не сможете угадать такой риэлтор или брокер вас не обманывают потому что каждый из них рассказывает что вот вы ему не верьте вы мне верьте и каждый из них рассказывает о том что у них какие замечательные кейсы что вот здесь я вложил там 100 тысяч а получил там через полгода получилось 120 ни один из них не рассказывает что вложил то он может быть вот здесь стоит получил 120 но перед этим он мог потерять на других объектах 300 и 400 и 500 работает он все равно на ваших деньгах и никакой ключевой он работает на ваших деньгах раз и ответственность несете только вы в данном случае они он выше-то никоим образом риски все равно остаются на вас поэтому я бы сказал бы так недвижимость вырасти может она может и упасть вот все что касается например дубаёв и турции это абсолютно перегретые рынки на сегодняшний день с точки зрения вложений и говорить о том что обязательно надо перевести ликвид в виде денег в недвижку нет это не так срок недвижки ее экспозиции увеличивается с каждым днем в этой аренды в аренду вы объект можете просто физически не сдать ну например сейчас я снял два объекта с аренды которые есть у меня соответственно причине того что я понимаю что до 13 числа никакого смысла в общем полить деньги на рекламную кампанию нет как класс есть 2 миллиона рублей как сохранить купить недвижимость доллары или вы можете что-то советует 2 миллиона рублей не найти конечно какие большие деньги я не знаю какую недвижимость можно екатерин купить на 2 миллиона я допускаю что где-то в регионе можно чего-то перекупить я был бы крайне крайне аккуратен доллар это такая консервативная история про которую я наверно всегда говорил говорю и буду говорить но по крайней мере я за нее скажем за нее в покое хочу честно кто входит в ближний круг управляющий бизнес проекта путин не очень понятно что вы подразумеваете дорогой добрый монгол если вы искренне думаете что путин и самостоятельная величина а им кто-то управляет и это что-то из разряда теории заговора я вас вынужден огорчить владимир путин совершенно самостоятельный дяденька который вполне рулит опираясь на собственные устремления в тех или иных вопросах поэтому если в этой части выпадал я вас разочарую в ближний круг управляющих у него нет то бишь есть люди которые исполняют те или иные функции далее если вы как-то если ваш вопрос подразумевает что у него есть какой-то пул людей к которым он дает распоряжение то это тоже не так работает он не в том не в той парадигме он выстроил систему военно-политического управления которых именно финансовая часть или все что касается системы обеспечения лежит на сотрудниках высова которые там с помощью тех или иных там инструментов как папок личных взаимоотношений бизнес интересов управляют в общем активами для активами под названием российской федерации там все достаточно ну то бишь люди которые их вы называете олигархами как я говорю это люди для владимира путина подписанты управляющими для него являются генерал-лейтенанты так ольга леонидовна что делать с небольшими сбережениями горбовыми мне 74 года забрать из банка чтобы их не забрали на войну чтобы не перевели на цифру спасибо огромное заранее за ответ здоровье вам и близким ольга леонидовну в общем как бы вам сказать ну давайте начнем с базу ваши горбовые я надеюсь вам не не пригодятся ближайшие лет 10 да и бог вам долгих лет жизни моим родителям например семья семья они вроде пока еще тут вот тут не собираются вот все таки они даже вас постарше как вы видите касаемо рублевых накоплений я бы сказал бы так на войну их не заберут если накопление до миллиона 400 можете их совершенно спокойно ставить в банке потому что ключевой вопрос обычно вот подобного рода наши граждане становятся в первую очередь такой целью для мошенников поэтому что меня смущает я бы мог вам предложить ну потому что там процент может быть и не очень большой я не знаю какая сумма но предположим там это сумма там 300 или 400 тысяч там в год вы можете получить 10 процентов но в общем с одной стороны это неплохая сумма для пенсионера поэтому я бы оставил бы спокойно их в банке сделал бы так чтобы такое единственное вы не смогли ими распоряжаться как-то удаленно потому что сейчас все что касается социальной инженерии нашими мошенниками в общем все лучше и лучше осваивается и поэтому я бы сказал бы так постарайтесь не не попасться на удочку а так долгих лет жизни и надеюсь что еще 10 лет вам как минимум а может быть и 20 может быть и 30 дай бог вам эти деньги не понадобятся ваши гробовые рост финмониторинг фнс сейчас активно интересуется покупкой квартиры в москве без ипотеки вопрос слушайте ну насколько я себе понимаю ваш вопрос насколько я могу перевести себе на русский вы опасаетесь что если вы купите квартиру в москве за наличные ну то бишь за накопленные средства насколько это попадет в рост финмониторинг все сделки свыше 600 тысяч рублей попадают под анализ финмониторинг и поэтому даже когда вы приобретаете квартиру в ипотеку вы должны для себя понимать что обычно первый взнос составляет существенно больше чем 600 тысяч и поэтому в любом случае сделка по недвижимости попадает роз финмониторинг при этом федеральная налоговая служба в общем формально вам не может ничего предъявить вы не обязаны пока что и до этого еще очень и очень далеко отчитываться о том о происхождении источников доходов несмотря на то что в банках в анкетах на получение как ипотеки так и даже получения личных средств очень давно заполняются подобного рода строчка но которая не по факту ничего не значит вы совершенно спокойно можете заполнить эту строчку фразы накоплена долгим революционным трудом вот я потому что полу шутку полу всерьез когда там ставится внизу плашки я опишу вот там на донат подобного рода как сверху я опишу там подержи трудовой копейкой трудовой коллектив ну потому что все все кто приходит это выходит исключительно коллективу может быть по причине того что мало приходит а может по причине того что коллектив большом что-то одно из двух поэтому ипотека или не ипотека в роз финмониторинг вы все равно попадете но последствий для вас это не вызывает никаких помните об этом дмитрий а во времена совка когда выборы жили хендмейдом чем вы деньги хранили неужели в сберегательной кассе или таки доляры находили значит когда я занимался до производством соответствующей по последующей продажей скажу честно я не очень меня интересовали деньги как таковые в основном все таки это была такая меновая торговля все касается грамм пластинок ну вот который вы например но у нас там осталось не очень много на наших четверговых посиделках но осталось что-то да вот эти пластинки я приобретал ну там остался как раз двойник мой любимый двойник пинфлойда и там последняя пластинка черного кофе если не купили сейчас я до сих пор к сожалению не знаю вот то например почему я купил тогда вот коробку даже несколько коробок пинфлойда не только потому что мне был люб но я считал что это такой хороший обменный потенциал и если говорить в чем же я хранил то хранил в первую очередь конечно вот подобного народа на подобного рода активов как в общем и повезло некоторые мне написали что как повезло что вот мы смогли там купили там купить там диск там 2007 года или вот этот двойник он правда есть и он где-то не редкая пластинка но тем не менее конечно это там из моей коллекции это более ценное спасибо вам за подобную оценку но логика была именно накопление вот в том числе и в товаре при этом когда деньги возникали то конечно в долларах и когда появилась первая возможность открыть расчетный счет в валюте я это сделал я жил тогда еще там у себя в кунцево но я приехал на новаторов именно тут сейчас теперь это не очень далеко от меня от одного места жительства на новаторов была первая сберкасса где можно было открыть долларовый счет именно в этой сберкассе я положил те самые 33 доллара которых здесь некоторая легенда который я или байка который я рассказываю на четверговых посиделках поэтому могу сказать что в доллар доллар сша повлияет ли на инфляцию обещанные выплаты пенсионерам в размере семи тысяч рублей санчес я могу сказать что нет особо сильно не повлияет потому что все-таки те выплаты которые сейчас делаются на нашим пенсионерам и они в общем носят характер уже включенных в том числе и в потенциальную инфляцию поэтому я бы сказал бы так 7 тысяч рублей нехти какие деньги это приятное дополнение для наших пенсионеров считаю что недостаточное и я бы ну вы знаете мою позицию ноги что я по-прежнему считал считаю и буду считать что все льготы нужно вернуть в состояние так скажем их не монетизация как раз в натуральном выражении именно по причине того что пересчитывать их в деньги это в общем по факту их нивелировать как класс а когда люди получают их в натуральном выражении это куда более разумно но подчеркиваем этому уже не бывать и как говорится в эту же воду второй раз не войти подскажите в китайскую валюту видимо юань все-таки вы подразумеваете когда пишите китайскую валюту можно вкладываться я бы сказал бы нет смысла и в этом нет если у вас валентина нет расчетов с китайскими товарищами за китайские товары то бишь у вас нет какого-то минимального хотя бы товарооборота даже держать или переводить тем более рубли в китайский юань это большая бессмыслица потому что но вот открыть счет в юанях сейчас не представляется сложным можно получить даже карточку union pay но при этом надо помнить что карточка union pay это в самом китае при том что это китайская платежная система в самом китае это не особо используемая карта да да вы не вы не ослышались в общем там иная платежная система построены в общем уже по факту на телефонных переводах то бишь на qr-кодах и всем остальном поэтому union pay это такая такой фетиш для россиян поэтому с ним будет не очень и тем более union pay российского банка с ним будет не очень просто не только за рубежом но и даже в самом китае если возможность сохранить деньги от продажи квартиры если можно то как елена канавалова елена я не буду оригинален старайтесь и задавать наверно подобного рода вопросы потому что для неквалифицированного неподготовленного инвестора или управляющего то бишь для обычного гражданина я рекомендовал рекомендую и буду рекомендовать практически один и тот же метод этот метод к вы его прекрасно знаете если вы понимаете что вы относитесь именно к группе неквалифицированных инвесторов или там соответственно просто обывателя как таковое и у вас есть длинный горизонт от двух лет то это доллар сша в которой вы просто спокойно выкупаете кладете там банковскую ячейку либо если у вас там дома замечательный такой есть сейф потайнее не бывает но поскольку основной кто и кого грабит это по наводке своих родственников если особенно даже если вы им про это не говорили поэтому я бы рекомендовал все-таки банковскую ячейку хотя бы на первые три месяца если все пошло по-тихому и на вас там не наехали и у вас квартира осталась не обнесенная то бишь вас не слили ваши жива любимые родственники но я бы сказал так помните что доллар сша это вещь как-то вечно зеленая собственно говоря я был рад сегодня вас всех видеть я был рад вас всех слышать традиционная благодарность спонсорам которые вот соответственно у меня тут на потапенко прямом или где-то вы меня видите и даже очень не прямом которые помогают развитию канала спасибо вам респект уважуха потому что благодаря этому в общем можно хотя бы хоть как-то канал продвигать их у вас немного но вы в тельняшках на миллионов там где не